Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу новый скрипт для IAM Wrestling Simulator, в принципе, как я вам и обещал. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него, как всегда, будет в описании. Перед началом, у кого нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits и скачиваем чит от Fluxus. Напомню то, что остальные скрипты, ой, не скрипты, а читы не работают, потому что они работают только на браузерной версии. Как вы знаете, на браузерной версии сделали античит, к сожалению, его еще не обошли, так что вот эти вот три чита, они не работают. В принципе, видео прикреплю, как получить этот чит, как его вообще скачать, как получить ключ, там сложного ничего нету, в принципе, посмотрите, я думаю, поймете. Значит, после того, как вы скачаете этот чит, в поиске пишем нужный нам режим, сегодня показываю скрипт на IAM Wrestling Simulator, нажимаем поиск. И показывать буду самому первому по счету скрипт, чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, чит вставляем в скрипт. И для начала давайте побегаем в игре, чтобы инжект лучше прошел. И у нас не зависло ничего. Дальше нажимаем Inject, то есть ввести кнопочку и ждем, пока заинжектимся. Смотрите, чтобы понять, прошел инжект или нет, когда вот эта вот надпись Inject Fluxus пропадет, и можете потом попробовать запустить скрипт. Если скрипт запустится, значит у вас инжект прошел. Если нет, то нет. Только почему-то долго инжектится, обычно это быстрее происходит, намного. Ну ладно, в принципе, подождем. Я думаю, мы особо никуда не торопимся. Так, короче, спустя минуту у меня получилось заинжектиться. В принципе, довольно долго ждал. Дальше, после того, как заинжектились, нажимаем кнопочку запустить. И ждем, пока запустится сам скрипт. Так, и еще спустя 2 минуты, как вы могли заметить, с правого нижнего угла была надпись, что Inject прошел. Только что-то она как-то очень поздно показалась. Как вы можете заметить, у меня зависло. В принципе, в этом страшного ничего нет. Это просто такой скрипт, который немного делает так, чтобы игра зависла. Вот. И как можете посмотреть, через некоторое время у меня все отвисло и появился скрипт. Все работает, все четко. И давайте, в принципе, проверять функции. Покажу, в принципе, самые основные. А все оставшиеся можете сами уже потом проверить. Заходим в фарминг. Здесь выбираем предмет. Что мы будем прокачивать. Допустим, давайте силу выберем. Здесь выбираем килограммы, которые вам доступны. Я вот не знаю, сколько мне килограмм доступно. Но давайте попробуем 50 взять. По идее, вроде должно работать. И дальше включаем функцию. Вот так она называется. Не знаю, как она правильно по-английски читается. Включаем и смотрим. И, как видите, фарм силы пошел. Только прибавляется почему-то очень мало. Давайте нажмем Give Items. То есть, Item. Все, как видите, у меня вот эта вот гантеля на 50 килограмм взялась. И теперь включаем фарм. И, как видите, все отлично, все прекрасно работает. Можно попробовать на 100 килограмм взять. Даже, может быть, побольше. Сколько здесь вообще есть? Давайте 250 попробуем взять. Да, 250 килограмм тоже получилось взять. Включаем опять эту функцию. И, как видите, опять фарм силы пошел. Все четко. Дальше здесь можно выбрать мир, на котором вы хотите фармиться. Я не знаю, мне второй мир доступен или нет. Давайте попробуем указать второй мир. Дальше. Убираем тир. Это что у нас? А, это панч. Панч это, получается, удары. По вот этим грушам. Окей, давайте второй мир укажем. Не знаю, тпхнет меня на него или нет. Выберем первый тир. И включаем. Смотрим, что происходит. Так, у меня зависло. И вылетело. Понятно. Скорее всего, значит, второй мир мне недоступен. Так, ладно, давайте я сейчас быстренько опять зайду. И мы с вами продолжим. Так, все, я зашел заново. Активировал скрипт. Он у меня опять появился. И давайте проверять все-таки оставшиеся функции. Здесь выберем первый мир. И сколько у меня силы? Ну, почти две с половиной. Немножко округлим. И мне буквально чуть-чуть не хватает. До вот этой груши. Но мы с вами выберем, получается, вторую. То есть, это тир 2. Мы его выбираем. И включаем эту функцию. И смотрим, что происходит. Так. Ага, я понял. Кстати. Кто заметил, я когда показывал прошлый скрипт. Прошлый скрипт сразу тпхал на вот эту грушу. Но этот скрипт не тпхает. Но вы должны находиться рядом с грушей. Потому что, если вы от нее отходите. То, как видите, фарм прекращается. Но, если вы близко к ней стоите. То фарм начинается. Ну, в принципе, как видите. Эта функция работает. Все четко. Идем дальше. Давайте, в принципе, открытие петов покажу. И все оставшиеся функции, я думаю, уже сами сможете проверить. У меня 58 побед. На какой-то мне хватает. Вот, за 25 побед. Две штуки можем открыть. Так. Давайте подальше убежим. И посмотрим, на дальнем расстоянии работает автооткрытие или нет. А здесь выбираем. Так. Название яйца нужно выбрать. Как оно называется? Ice Egg. Окей. А, вот нашли это название. Выбираем. И включаем функцию автохэтч. Смотрим, что происходит. Да. Как видите, на большом расстоянии автооткрытие работает. Это очень даже хорошо. Большой плюс. Так, давайте оденем самых лучших. У меня, в принципе, они и так одеты. Можно было, получается, это яйцо даже не открывать. Ну, ладно. Ну, самое главное, что автооткрытие яйца работает. Это уже хорошо. А также есть автокрафт. Крафт работает, получается. Если у вас есть три одинаковых питомцев. Давайте попробуем, включим. Может быть, получится. Ой-ой-ой. Я случайно удалил питомца. Я даже не заметил, как это произошло. Ну, ладно. Включаем автокрафт. И, как видите, мне пишет то, что не хватает питомцев. Получается, да. Все-таки вам нужно, чтобы у вас обязательно было три одинаковых питомца. А что здесь еще есть? Reset Pet. Это, получается, переодеть питомцев, либо же их убить. Не знаю, как это точно переводится. Здесь можно выбрать какого-то питомца. И когда, как я понимаю, вы выберете этого питомца, произойдет автоудаление. Давайте попробуем это сделать. Ищем оленя. Где он у нас здесь есть? Здесь очень много всяких разных питомцев. Вот я его видел. Вот он. Так, мы его выбрали. Включаем функцию AutoDelete. И, как видите, автоудаление произошло. Отлично. В принципе, таким способом вы очень много будете экономить своего времени. Потому что вручную, если удалять, это намного дольше будет. А так, в принципе, просто по названию находите и удаляете питомца. Ну что ж, буду на этом заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Напомню, что ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Айзбан. Всем удачи и пока.